Генеральный директор Россети-центр и Россети-центр и Приволжи Игорь Маковский провел штаб в Твери по повышению надежности электросетевого комплекса региона. Так, для минимизации технологических нарушений энергетики филиала Россети-центр Твери-Энерго реализует масштабный комплекс работ по повышению надежности электроснабжения в Тверской области. О том, какие проводятся мероприятия, в нашем репортаже. Прошедшая зима выдалась непростой для энергетиков. Перебады температуры, снегопады способствовали образованию наледи на воздушных линиях и ветвях деревьев. Из-за этого провода становились тяжелее, что иногда приводило к их обрыву. Поэтому еще в январе энергетики приступили к ремонту линий электропередач, чтобы снизить риски повторения подобных ситуаций. И после ликвидации технологических нарушений был проведен аудит всех сетей напряжением 6-10 кВт протяженностью около 25 тысяч километров в зоне ответственности Твери-Энерго. Это нам позволило еще раз обратить внимание на те узкие места, которые существуют в энергосистеме Тверской области. Уже к середине февраля мы провели углубленный аудит всех наших линий электропередач 6-10 кВт, которые в своей основе как раз снабжают электроснабжением населенные пункты на территории Тверской области. После был разработан план мероприятий для повышения надежности электросетевого комплекса. В частности, он включает в себя расчистку и расширение просек в охранных зонах ЛЭП, перетяжку провода, выправку опор, приобретение дополнительной специальной техники и приборов, развитие цифровой радиосвязи и модернизации системы сбора и передачи информации об отключениях. Мы уже выполнили более 80% объема запланированных работ, а общее количество таких работ это порядка 6000 километров. Мы заново должны были привести в то нормативное состояние, которое соответствовало бы надежному энергоснабжению. Следствием снежной зимы стали паводки. К ним энергетики подготовились заранее. Специалистами Твериэнерго был усилен контроль за состоянием подстанций, линии электропередачи, зданий и сооружений, находящихся в зоне возможного подтопления. Мы заранее мобилизовали свои силы, дополнительно проверили как раз наши сети в местах возможных разливов, как раз заболотистых мест, рек, ручьев. И вот как следствие, мы по сути не имели ни одного сегодня отключения по причинам оттопления. В общей сложности в рамках ремонтной программы в 2021 году будет расчищено более 7000 километров просек воздушных линий.